Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. У меня недавно вышел ролик о самых замечательных, на мой взгляд, улицах мира. Но сами понимаете, что красивых и самобытных улиц в каждом городе может быть несколько. Что же тогда говорить о целом мире? Сегодня я расскажу о еще нескольких улицах мира, бесспорно достойных вашего внимания. Оксфорд, Англия. Оксфорд неспроста зовется городом дреблющих шпилей. На его улицах можно встретить здания всех основных архитектурных стилей, от саксов до современности. Бангкок, Таиланд. На Сой-Рамабутри туристам предлагается широкий ассортимент уличной еды. В Бангкоке жизнь бьет ключом, и аллея Сой-Рамабутри, притаившаяся в старом районе Бангкока, не исключение. С наступлением темноты здесь зажигают фонари и предлагают местным жителям и туристам популярную уличную еду. Александрия, Египет. Александрия – второй по величине город Египта. Портовый город Александрия, расположенный на берегу Средиземного моря, встретит вас с пешеходными бульварами в тени густых пальм, старомодными кафе и одним из семи чудес древнего мира – Александрийским маяком, построенным еще во времена эллинов. Амстердам, Нидерланды. В Амстердаме полно мостов и каналов. Хотя Амстердам часто ассоциируется с пассажирскими корабликами, скользящими по сверкающим каналам, его мощеные улицы не менее великолепны. Оказавшись здесь, вы просто обязаны увидеть семь мостов Амстердама, проплыв вдоль центрального канала под названием Регулиерсграхт. Сус, Тунис. Сус называют «жемчужиной Сахеля». Сус – один из старейших городов Туниса, с его цветными стенами, каменной брусчаткой и потрясающими пляжами. Находится он в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Будапешт, Венгрия. Будапешт – город как раз подходящего размера, чтобы обойти его достопримечательности пешком. Полюбуйтесь многочисленными архитектурными стилями Будапешта, большими старинными церквями, изумительными мостами и королевскими замками. Его не зря называют одним из самых прекрасных городов Европы. Бруклин, Нью-Йорк. Думая о Нью-Йорке, люди часто представляют себе суматоху Манхэттена. Однако бруклинские особняки коричневого камня знамениты на свой манер. Такие здания можно встретить по всему Нью-Йорку, но больше всего их именно в окрестностях Бруклина. Столовая гора ЮАР Столовая гора – одна из самых заметных достопримечательностей Южной Африки. Столовая гора, получившая свое название благодаря плоской вершине, одна из культовых достопримечательностей ЮАР. Она мывается невероятно голубым океаном, и туристы могут либо забраться вверх пешком, либо прокатиться по знаменитой канатной дороге. Эворо, Португалия. По мнению ЮНЕСКО, Эворо – настоящий город-музей. Эворо – обворожительный средневековый город, расположенный в португальском регионе Алентижу. Он так прекрасно сохранился, что ЮНЕСКО называет его городом-музеем. Приехавшие сюда туристы могут прогуляться вдоль мощенных улиц и осмотреть многочисленные монументы и музеи. Линдау, Германия. Линдау напоминает сказочную страну. Если хотите увидеть сказочную страну наяву, вам стоит посетить Линдау – очаровательный город, находящийся на границе Германии и Швейцарии. Непременно взгляните на исторический центр города, где цветистые средневековые здания выстроились вдоль мощенных улиц. Харрер, Эфиопия. В Харрере вам повсюду встретятся стены ярких цветов. Харрер – священный город Восточной Эфиопии, окруженный многовековой стеной. Внутри вы окунетесь в лабиринт цветных стен и смесь традиционных домов Харрери и современных жилищ с деревянными верандами. Аутбек, Австралия. Аутбек – это собирательное название обширных малолюдных районов Австралии, большая часть которых покрыта пустынями. Их суровая атмосфера годами притягивала путешественников. В основном потому, что на открытых пространствах навстречу попадаются лишь животные. В России тоже очень много нетронутых уголков природы, но в отличие от Австралии, дорог там нет и, скорее всего, не будет никогда. Особенно таких прямых и красивых. Ведь на пути такой дороги обязательно попадется дачка какого-нибудь Медведева или Сечина. И вместо того, чтобы снести теремок вместе с владельцем куда-нибудь на... или в... Дорога будет вынуждена огибать его стороной. Да и деньги на эту дорогу будут свезены туда же. Лишь только дорога дойдет до сего строения. Ну ладно, идем дальше. Квебек, Канада В Квебеке хорошо даже зимой. Даже те, кто обожает лето, влюбятся в зимний Квебек, одно из наиболее старинных поселений Северной Америки, включенное в список мирового наследия ЮНЕСКО. Его узкие мощеные улочки, взмывающие ввысь шпили церквей и мерцающие гирлянды превращают город в зимнюю страну чудес, в которой вы захотите остаться на весь год. Дубровник, Хорватия Кадры королевских земель в сериале «Игра престолов» сняты именно в Дубровнике. Дубровник ведет свою летопись с 13 века. Он омывается сверкающими водами Адриатического моря и именно здесь расположен старый город, один из старейших городов Европы, в котором представлена архитектура готики, ренессанса и барокко. Однако жители Дубровника не забывают и о современности и теперь могут предложить туристам услуги сервиса «Обертбот», позволяющего легко добраться до островов. Вот сколько красивейших мест мы с вами посетили всего за несколько минут. Подписывайтесь на мой канал и вы обязательно побываете в других замечательных местах. Не забывайте делиться этим видео в соцсетях. Нехорошо утаивать красоту. Пусть и другие посмотрят. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.